Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Два с плюсом. Рязанцы оценили качество своих дорог. Проблемы, от которых не избежать, в подвале рязанского дома скапливаются сточные воды. Серьезный пожар в Рязани полностью сгорел жилой дом. Ярмарка вакансий прошла в медицинском университете. Какую работу могут найти специалисты? Два с плюсом. Такую оценку дали жители Рязани дорогам города. Рейтинг составил портал Суперджоп. В голосовании принимали участие люди старше 18 лет, у которых есть права. Оценку рязанским дорогам поставили около 500 человек. Что поставило город на предпоследнее место рейтинга. Так ли все плохо в регионе и есть ли шансы улучшить ситуацию, выяснила Галина Кудряшова. Бывают ли в хорошем состоянии нет центральной улицы. Наша телекомпания регулярно снимает сюжеты о неудовлетворительном состоянии дорог, находящихся в спальных районах. Люди годами ждут ремонта и на некоторых улицах действительно дождались. Трассой федерального уровня стала дорога около горпищекомбината на улице Фирсова. Хотя еще недавно водители предпочитали объезжать ее стороной. Раньше была тут вся разбита и просто трава и грязь. Она была с огромными выборами, поэтому тоже выбор. Приезжать особенно. Значительно преобразилась дорога на перекрестке улиц Весенней и Чкалова. Ровно асфальт и новенькая разметка появились здесь всего пару недель назад. О прошлом состоянии дороги местные жители вспоминают с ужасом. Она вся была в ямах. Действительно невозможно было даже ехать. Если едешь, можно было даже что-то там и оставить. Живу я здесь очень давно, с 1975 года. По этой дороге вообще невозможно было проехать. Машины, одни ямы были. Сейчас мы очень благодарны. Сделали прекрасно. Едешь как по стиральной доске. Километров 10, чтобы не растрясти все, что там везешь, детей и прочее. Вот. Сейчас как по маслу. Хорошая дорога появилась и около детского садика номер 123. Правда, длится она недолго. Всего несколько десятков метров. Зато дальше водители встречают привычные ямы и ухабы. Разделительная полоса хорошего и плохого асфальта проходит прямо по пешеходному переходу. О том, какой вред машине наносит такая езда, знают механики. Для автомобиля это очень вредно. Представьте, хромой человек без костылей. Ему тяжело ходить. Для машины то же самое. Разбивается подвеска, рулевая и, соответственно, дорогой ремонт. Однако стоит отметить, что в целом прогресс состояния рязанских дорог все же есть. Водители отмечают, что выбирать маршрут становится легче. Раньше работали просто на ремонт ходовой машины. Теперь уже есть дороги, по которым можно проехать. То есть те дороги, которые не отремонтированы, их можно объехать. Тем не менее, пока Рязань заняла лишь предпоследнее место в рейтинге автомобильных дорог, который составил портал Суперджок. Проголосовать можно было за один из 37 городов. Оценки Рязани поставили около 500 человек. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сточные воды в подвале жилого дома. К сожалению, это действительность рязанской жизни. При том, случай этот не единичный. Канализация в доме засоряется регулярно. Вот, вспомнили, вода доходила вот сюда, вот сколько, полметра глубины. В подвале дома 21 по улице Ленинского комсомола такая ситуация происходит не впервые. С сентября 2018 года здесь практически постоянно застаиваются источные воды. Причины этого не знают даже сами жильцы. Течет ли у них труба или они появляются откуда-то еще, неизвестно. Вот это пошла труба. Я ей говорю, посмотрите, в каком состоянии находится труба. Ну вот она, продолжение у нас там, как бы, это наш подвал. Вот она продолжается труба. Вот, вон она вся. Ее сейчас троню, она вся, это все ржавое. Поменяем, когда будут деньги. Я ей, что тут, на два метра денег нету? Жить с этим практически невозможно. От сточных вод появился запах, который поднимается до пятого этажа. Ночью просыпаюсь, дышать нечем, дышать нечем. Сама гипертоник, невозможные едки. Вонища несусветная, и так до пятого этажа. В доме появились тараканы, непривычные для осени мошки. А двери в подъезд местные жители оставляют открытыми. Они подкладывают табуретку или кирпич. И так на всю ночь. В подъездах неимоверно холодно. Вот только это единственный способ избавиться от неприятного запаха. Местные жители стоптали пороги, наверное, всех инстанций. Они рассказали, что звонили в СЭС, эпидемиологический надзор, Роспотребнадзор, префектуру Московского района и, конечно же, местного ЖЭО номер 4. Звонили в ЖЭО. Приезжала пару раз машина, бочка. Откачивали воду. Но через один-два дня вода набиралась снова. И постоянно по сей день вода там так и стоит. Причина отказа во многих службах простая. Нет машин. Вот местным жителям и приходится каждый день проводить в квартирах. Запах в которых можно сравнить с канализационным. Но течет не только подвал. В первом подъезде протекли и трубы, которые находятся в стене подъезда. Причина их протечки тоже неизвестна. Во-первых, стал подвал заливаться. Стал, не знаю, из квартиры, то ли из муровных кругов, вот стала вода прямо через стену проходить. Все стало сэкваться. Сточные воды появляются в подвале не первый год. Местные жители говорят, что из-за этого проседает фундамент. Заметить это можно, если спуститься в подвал. Сам дом номер 21 по улице Ленинского комсомола, по словам жильцов, построен в 80-х годах прошлого века. И за это время не то, что капитального ремонта даже трубы не ремонтировали. Хотя жильцы об этом просили. В прошлом году Андрей Яньков относил заявление в фонд капитального ремонта. Сходил в дом управления, пообщался с начальшим составом. В общем-то, как заявление, какого плана продиктовали, вот и передал, сказали, что будет ответ. Ну, пока ответа никакого я не получал на сроки или проведение капремонта нашего дома. Поговорив с местными жителями, оказалось, что проблема это ни одного дома. Похожая ситуация и в доме номер 30 по улице Ленинского комсомола. Да к тому же на этой улице протекают и канализационные люки. И ЖЭО на этот факт, по словам местных жителей, никак не реагирует. Сегодня сидели двое мужчин. На спине написано, вот канал, я иду на обед. Я говорю, ну что, мужики, сидим-то. Смотрите, из колодца лются. Они что-то открыли, два колодца. А из которого льется, там не открыли. И сидят, отдыхают с крючком. До представителей ЖЭО номер 4, которые обслуживают дома, удалось дозвониться. Они сказали, что это вина жильцов. Все решается. Если тряпки кидать не будут. То есть в этом жильцы виноваты? Да. Вчера в этой жильце вместе с аварийной службой города тряпку. Кто на самом деле виноват в этой ситуации, неизвестно. Вот только факт остается фактом. В подвале многоквартирного жилого дома на протяжении последних четырех лет скапливается вода. Идеться от этого некуда. Да и спасение со стороны ЖЭО лишь временное. До следующей протечки. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Второй серьезный пожар за неделю произошел в Рязани. В ночь на 16 ноября в микрорайоне «Горроща» полностью сгорел жилой дом. Информация о происшествии появилась на официальном сайте главного управления МЧС по Рязанской области. Подробности далее. Восемь человек на улице 6-я линия 48 остались без крыши над головой. От дома в 200 квадратных метров остались только стены. Да и те повреждены огнем. Дом в буквальном смысле слова выгорел полностью. По словам хозяйки Татьяны Никитиной, пожар начался на кухне ее сына, когда все уже спали. Вот здесь жил мой сын. Прибежал и говорит, мама, у нас пожар. А что случилось, как взорвется что-то? Мы не знаем, что взорвалось. И вот весь дом сгорел. И пошел, поехал по крышам. А что случилось? Откуда мы знаем девушку? Он спал. Спасибо, соседи окно выбили. И он вылез в окошко. А если бы не вылез, то бы и загорел. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0 часов 12 минут. Как утверждают очевидцы, приехали пожарные достаточно быстро. По счастливой случайности во время пожара никто не пострадал. Всех удалось вывезти на улицу вовремя. Среди взрослых в доме находились двое детей. Младшему исполнилось всего полгода. Соседи, в доме которых тоже находились дети, переживали, что огонь перекинется на их дома. И такая вероятность была. Пламя было сильным. Мы боялись, что перекинется на нас, потому что у нас дома тоже свои маленькие дети. Все начали тут соседи, все суетиться. Пожарные не могли открыть гидранты. Они не могли найти их, открыть. Была проблема с этим. Пожарные уехали в начале 6-го. Там стоял, дежурил мой муж, дедушка наш. Чтобы не давали перекинуться сюда. Но пожарные приложили все свои усилия. По информации, выложенной в интернете, на пожар были направлены 5 автомобилей. Но очевидцы уверяют, машин было больше. Татьяна с мужем прожила в этом доме 40 лет. В остальных квартирах жили родственники. Четыре семьи бок о бок строили свой быт, о котором теперь напоминает разве что выгоревший полностью холодильник. И стиральная машинка, за которую до сих пор нужно выплачивать кредит. Татьяна помнит эту ночь смутно. Ей стало плохо и пришлось вызывать скорую. Сейчас они с мужем живут у соседей. Остальные у родственников или друзей. Женщина признается, что теперь будут делать, не знает. Радует только то, что все остались живы. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В гидромедцентре России жители Рязанской области предупредили о вредных выбросах в атмосферу. Произойдут они в пятницу 16 ноября. Заведующая лабораторией гидромедцентра Людмила Паршина рассказала, что в пятницу над Московской, Рязанской, Ульяновской и Самарской областями могут скопиться вредные примеси. Это произойдет из-за особой циркуляции в воздухе. В атмосфере будет преобладать слабое вертикальное перемещение воздушных масс. Как уточнили в ведомстве, продлится данный процесс недолго. И жители этих областей не испытают на себе никакого негативного воздействия. К выходным придет атлантический циклон, который обеспечит в городах интенсивное очищение воздуха от антропогенных примесей. В Рязанском государственном медицинском университете прошла традиционная ярмарка вакансий. Любой студент здесь может найти работу, которая будет ему интересной. И сразу же заключить контракт с лечебным учреждением. Сотни студентов и десятки больниц, диспансеров, поликлиник и других медицинских учреждений города. Здесь каждый ищет каждого, как выразился ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин. Для студентов, которые обучаются на последнем курсе вуза, это хороший шанс найти работу. А для организаций – возможность найти хорошего специалиста. Учитывая и то, что будущие врачи могут совмещать работу и обучение. У нас сейчас, ну давайте скажем так, во-первых, у нас сейчас выпускники уже два года имеют право сразу после университета работать. Благодаря тому, что введена аккредитация специалистов и в первичном звене по определенному перечню должностей ребята уже могут приступать. После всех факультетов. И этим правом они пользуются. То есть совмещая обучение в ординатуре, благо количество мест достаточно большое, уже с работой в первичном звене. Там, где они действительно востребованы. Со времени открытия ярмарки вакансий практически в каждое лечебное предприятие записалось минимум 10 человек. Специалисты в разных областях. Все они хотят найти работу, подходящую именно им. Они могут заключать договора на более ранних стадиях, а потом прийти в это же лечебное учреждение на работу устроиться. Сейчас в основном мы закрываем потребности, вот первый год в педиатрах. У нас сейчас приоритетом является амбулаторно-поликлиническое звено, где в основном есть потребности в кадрах. В этом году особая потребность появилась именно во врачах-педиатрах. В Рязанском медуниверситете прошел первый выпуск этих специалистов. Ребята уже нашли работу. Эта специальность вообще очень особенная. Тут должен быть особый склад характера. Это умение работать с родителями, найти подход к детям, правильно диагностировать. И они в настоящее время, они пришли с багажом практической подготовки, но в настоящее время они работают на педиатрических участках. Основная масса у нас молодых докторов пришли. Многие из них просто работают на педиатрическом участке. Такая возможность есть в настоящее время благодаря решению правительства Рязанского медуниверситета. Ярмарка вакансий в медуниверситете стала традиционной. Проводят ее дважды в год. Сначала Рязанские и областные лечебные заведения, после из Центрального федерального округа и за его пределами. Это только очная часть ярмарки. Студенты также посылают свое резюме и в электронном виде. Поэтому будущие специалисты практически всегда знают место своей новой работы. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». К новостям недели. Рязанскому училищу ВДВ 100 лет. Отмечать знаменательную дату начали 10 ноября. В училище осветили храм-часовню и открыли памятник основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Для горожан устроили день открытых дверей. Обо всем по порядку в сюжете Дины Исляевой. Начались торжества рано утром. На территории училища осветили храм-часовню Георгия Победоносца, который считается покровителем русских воинов. Это место намоленное. Здесь находился храм 17 века в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Его разрушили в советское время. Первыми прихожанами стали курсанты и преподаватели училища. Они исповедались и причастились. После службы празднование переместилось на аллею героев. Здесь открыли памятник основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Ну, жирно! На ней я на середину! На краску! На аллею героев заложили капсулу с посланием будущим выпускникам училища. Ее вскроют, когда училищу исполнится 150 лет. Кроме того, на аллею установили бюст выпускнику училища Валерию Осапову. В прошлом году он погиб во время операции в Сирии. За героизм и мужество ему посмертно присвоили звание Героя России. Основой доблести и героизма гвардейцев-десантников был и есть несокрушимый моральный дух и любовь к Родине. В послужном списке училища 135 героев Советского Союза и Российской Федерации. 143 выпускника училища стали генералами. Среди выпускников училища многие занимают руководящие должности в Министерстве обороны, в государственных органах власти, а также возглавляют субъекты нашего государства. В честь 100-летия училища состоялось награждение отличившихся офицеров-десантников, ветеранов ВДВ и прошла церемония присвоения внеочередных званий. В Рязань на праздник приехал сын Василия Маргелова Виталий. Он поздравил учебные заведения с юбилеем и поблагодарил за сохранение десантных традиций. Накануне праздника семья приняла решение передать в музей училища ВДВ парадный мундир Василия Маргелова. Большая честь, что училище носит имя генерала армии Маргелова. В этой связи мы решили, причем решили единодушно, единогласно, что парадный мундир отца со всеми его наградами должен быть в Рязани, должен быть в музее воздушно-десантных войск. В этот день в училище ВДВ дали старт акции военной службы по контракту «Твой выбор», который продлится 7 дней. Прийти на пункт отбора смогли все желающие. На Рязанщине святошь тут ратные традиции и хранят память о тех, кто отстаивал независимость Родины. И в настоящее время службу военную нашу по контракту проходят свыше 5 тысяч земляков. Ваших земляков-рязанцев, каждый третий из которых – это офицеры. В Рязани и населенных пунктах области уже начали работать два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту, где можно получить консультацию. Самая зрелищная часть – показательные выступления. Рисанник никогда не сдается. Спилин с ног, сражайся на коленях. Снять не можешь, лежа наступай. Слова Рязанскому гвардейскому десантному училищу! Гостями праздника стали выпускники разных лет, курсанты и их родные. Мой сын получил полковника два года назад и продолжает традиции своего дедушки, который погиб 5 мая 44-го года в Белоруссии. Мои традиции. И внук подрастает. Я уверен, что он будет носить погоны. Здесь мой сын учится уже на третьем курсе. Поэтому он пригласил, приезжайте, пожалуйста, родители. Мы приехали. Хотя издалека, из Воронежской области. Мы очень довольны службой. И мы тоже довольны, что он здесь учится, в таком легендарном училище. На этом праздновании 100-летия училища не заканчивается. Торжественные мероприятия намечены также на 13 и 17 ноября. Дина Ислейова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пожаром на заводе «Центролит» запомнилась уходящая неделя. Напомню, возгорание произошло 12 ноября. На момент пожара в цехе находилось 6 рабочих, которые самостоятельно эвакуировались. Площадь пожара – 1600 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил на пульт 01 в начале 2-го. Возгорание произошло в цехе по производству жидкости для розжига. Первое подразделение прибыло на место в течение 10 минут, сообщили в прислужбе МЧС. На тот момент в цехе уже рухнул потолок. Была угроза обрушения стен. Пожару был присвоен самый высокий – третий уровень сложности. Предварительная версия – то, что при подаче легковоснованной жидкости для производства розжига произошел хлопок и прошло загорание. Причину загорания будет выяснять лаборатория. Сейчас производится дознание назначено, должностные лица, которые для этого определены, они работают с ними. Производится опрос и уточнение причин пожара. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. В ликвидации участвовали 17 пожарных автомобилей и 57 огнеборцев. Дина Исляева, телекомпания «Город». С приходом зимы нужно переобуть и свой автомобиль. Только инспекторы не будут штрафовать автомобилистов за неправильную резину. Как объяснили в Госавтоинспекции региона, в правилах дорожного движения есть специальный раздел с перечнем неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. В нем ничего не говорится про запрет использовать летние шины зимой. Таких видео с регистраторов в Ютубе сотни. Не справился с управлением, врезался в столб или другое авто, сбил пешеходом. Когда оставить шипованную резину, пока решают сами автомобилисты. Большинство это сделали после первого снега, потому что ездить на летний небезопасно. Время года холодное, поэтому надо переобуваться. Так как гололед, все уже кончилось лето. Все-таки ездим с детьми не одни. Должны ездить на шипованной резине. Это обеспечивает быстрое торможение. Все-таки какой-никакой. Уверен в себе. Этой весной были утверждены поправки в технический регламент Таможенного союза о безопасности транспортных средств. Документ содержит запрет на эксплуатацию авто, не укомплектованных зимними шинами с декабря по февраль. Если раньше эта обязанность распространялась на все категории машин, то теперь в документе есть уточнение. Менять резину нужно на легковых авто и небольших восьмиместных автобусах. При этом штрафовать за отсутствие шипованной резины инспекторы ГИБДД по-прежнему не смогут. Однако наказание ждет тех, кто не следит за состоянием колес. Шина считается непригодной к эксплуатации при появлении одного индикатора износа, остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, а также наличие местных повреждений шин, которые обнажают корт, а также при расслоении в каркасе, брекере, борте, местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя. Для авто с шипованными шинами по-прежнему обязательно соответствующий знак шипы. Тем, кто его не установит, грозит штраф. Он должен быть хорошо виден другим водителям транспортных средств. За отсутствие такого знака предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Еще одно новое введение, которое вступило в силу – обновленный ГОСТ по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. По новым ГОСТам рыхлый и талый снег должны убираться с проезжей части в срок до 12 часов. Примерно такие же требования к уборке на леди. Эти кадры сняты в январе. Город завален снегом, каша под колесами, авто и под ногами прохожих. Если с центральным дорогами более-менее ситуация нормальная, то во дворах, конечно, все ужасно. Год от года у нас улучшается хотя бы немножко ситуация? Нет, все на месте стоит. Ничего у нас не меняется. Между тем, новые правила предписывают приводить в порядок улицы в кратчайшие сроки. В некоторых регионах страны надзорные органы ЕБДД уже наказывают дорожников за несоблюдение правил. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С первыми морозами появился первый лед. Как уверяют в МЧС, такие заморозки самые опасные. По словам спасателей, выходить на лед все же не стоит. Однако для рыбаков такие предупреждения часто не действуют. И на рязанских водоемах уже можно встретить первых любителей зимней рыбной ловли. Сейчас начался период ледостава, самый опасный для любителей зимней рыбалки. Зимой прошлого года в Рязани области удануло 5 человек, 3 из которых именно в этот период. Как одна из причин – выход на тонкий лед. В том числе мы видим, что на одном из древних городов Рязани толщина льда составляет около 4 сантиметров. Тем не менее, этот лед крайне опасен для выхода на него. Мы, как МЧС, рекомендуем, чтобы выход на лед для рыбаков был при толщине льда не менее 7-8 сантиметров. На Рюбинском пруду уже можно заметить несколько лунок. Видимо, по тонкому льду решили пройтись самые отчаянные. Вот только хобби это может закончиться трагедией. Сотрудники МЧС рассказали, что у каждого рыбака должны быть с собой определенные спасательные средства. Это веревка и так называемый самоспасатель. И, что самое необходимое, пешня. Предмет, с помощью которого рыбак и узнает толщину льда. К сожалению, период ледостава опасен не только для рыбаков, но и для маленьких детей, которые могут выбежать на воду. Сотрудники МЧС еще раз напомнили основные правила. Сейчас наиболее актуально провести институтную работу. Объяснить, что отдых без водоевых опасен и без взрослых к водоевым не приближаться. И категорически запретить на данный период выход на лед детей. Да, все, спасибо большое. Женщину зовут Светлана. У нее двое детей – Агата и Кристина. Они приходят на прот регулярно. Поэтому правила поведения знают практически наизусть. Просто вот сейчас я не пускаю просто. Это опасно. Действительно, там и кричим, и тоже мамочки гуляют. Иначе мы в воду упадем. А зимой, если лед толстый, то, пожалуйста, можно. Если там всегда на лыжах катаются, на лыжах можно. Важно не только знать все правила, но и пользоваться ими. Тогда приятная прогулка с детьми или зимняя рыбалка закончится хорошо. Главное управление МЧС России Паризанской области предупреждает, что в этот период выход на лед наиболее опасен. И рекомендуют рыбакам раздержаться от выхода на лед в данный период. А родителям наиболее внимательно присматриваться за своими детьми. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Отапливаем улицы, а не дома. Теплоизоляция отсутствует на целых участках труб. Тепло оседает не в квартирах рязанцев, а на улице. Кто виноват и кто должен компенсировать потери, разбиралась Галина Кудряшова. Трубы горячие, только не в квартире, а на улице. До оголенных участков можно дотронуться рукой или присесть погреться. Ситуация около дома номер 90 на улице Стройково типичная для Рязани. Местами изоляции на теплотрассе отсутствует. А это значит, что тепло уходит еще на подходе к дому. Я считаю, что это ненормально, но трубы должны быть все утеплены. Это уже однозначно. И не только вот так. По-другому. Нужна изоляция очень серьезная. Чтобы тепло не уходило на улицу, а было в комнатах, в квартирах. Ну это даже эстетически посмотришь, все везде разбросано. Естественно, конечно, это некрасиво. И, естественно, конечно, тепло уходит. Сейчас еще таких морозов нет. А когда будут действительно сильные морозы, будут лопаться. Потому что идет там горячо, там холод. И, естественно, будет уже сразу разность температуры и трубы. Так что следить надо. Специалисты отмечают, что чаще всего от потери тепла страдают жители первых и последних этажей пятиэтажек. К наиболее распространенным причинам также относят открытые колодцы и проблемы с задвижками. Стоит отметить, что существует четкое деление. Управляющая организация и товарищество собственников жилья отвечают за общедомовые коммуникации, которые находятся непосредственно на территории дома. Их обязанность также следить за давлением и температурой в квартирах. А ресурсоснабжающая организация за подвод тепла к дому. Поэтому в данном случае вопросы по приведению труб в норму жильцы должны направлять в адрес РМБТС. Также у них можно уточнить стоимость услуг. Запрашивать нужно и счета, и договоры с ресурсоснабжающей организацией. И по форме очень легко проверить, сколько вы должны платить. Допустим, вы по квитанции заплатили за отопление тысячи рублей. Проверяете по этой квитанции, что выставили такой-то счет. Туда подставляет значение площадь всех отапливаемых помещений вашего дома, площадь вашей квартиры. И смотрите, оказывается, вы должны не тысячи рублей были заплатить в этот месяц, а 600 рублей. В случае обнаружения неточности в расчетах, выплату разницы можно требовать в судебном порядке. В этом случае вам не только вернут потраченные средства, но и возместят 50% от их суммы за отказ управляющей компании решить вопрос сразу. Для тех, кто не хочет идти в суд, специалисты подсказали и другие варианты. С жалобой можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Это надзорный орган в сфере ЖКХ. А также написать заявление в прокуратуру. Обе инстанции обязаны рассмотреть обращение в кратчайшие сроки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Скидками в 15 тысяч рублей встречают покупательниц в гипермаркете «Меха и кожи» Эль Мех. Европейская и дальневосточная норка. Песец, леса, чернобурка, мутон, нутрия. Выбор огромен. Более тысячи изделий верхней одежды. Выгодная покупка к зиме. Гипермаркет «Кожи и меха» Эль Мех предлагает жительницам Рязани приобрести шубу со скидками 15 тысяч рублей. Жемчуг, махагон, графит, орех. Выбор цветов огромный. Одна из новинок – шуба из европейской норки, которая за пару минут превращается из короткой в длинную. Это шубка-трансформер. Цвет махагон, поперечка. У нее отстегиваются рукава. Делаются вот так три четверти. И отстегивается низ. Вот вы купили шубку, и у вас получилось две шубки. И длинная на холодное время года, когда холодная метель. И коротенькая. В гипермаркете «Меха и кожи» Эль Мех действуют скидки до 70% на шубы из лесы. Новые поступления – верхняя одежда из стриженной нутрии. Шубы необъемные, но очень теплые и практичные. А потому подобрать себе одежду на зиму смогут даже требовательные покупательницы. Модели разной длины и фасона с капюшонами, накладными карманами. Еще одна новинка – без рукавки. Будете выглядеть очень красиво, модно, стильно. С кармашками, утепленные, горлышко закрыто. Вот такая вот замечательная чернобурочка. Вот такой вот необыкновенный цвет лесы. Любая девчонка оденет и будет выглядеть шикарно и модно. Для погоды, которая стоит сейчас, консультанты гипермаркета «Меха» и «Кожи Эль Мех» предлагают безрукавки из соболя с капюшонами. Короткие и длинные разных цветов. Вариант для автоледи – куртки с натуральным мехом. Сейчас вот очень модно шапки-сумки. Вот сейчас вот на курточках вот так вот выделаны. Утепленные внутри джинса и украшены вот таким вот песцом в цвете соболя. Очень красиво. Они вот в разном цвете. Девчонкам это все очень нравится. Ну и вот сейчас это все очень в тренде. Гипермаркет «Меха» и «Кожи Эль Мех» располагается по адресу улица Вокзальная, дом 6, второй этаж. Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом. И сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Телефон 275555. Продолжение следует...